Всем привет! Меня зовут Елена и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Как ваши дела? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Спасибо, что нашли время и заглянули ко мне в гости. Я заранее извиняюсь за звук. В прошлом видео я уже говорила о том, что мы находимся в стадии, наша семья находится в стадии переезда, и я снимаю видео уже в практически пустой квартире. Но я надеюсь, что микрофон поможет мне, и вас это не будет сильно напрягать и не помешает нашему с вами общению. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своим новым ароматом, который пришел ко мне с сайта Рандеву. А во второй части видео я хочу поиграть в игру «Слепые затесты». Да, я давно хотела это уже сделать, но просто не представляла, как это себе организовать. Тут у Наташи Волчковой увидела в Инстаграм, что она продает такие наборы, сразу запечатанные и с запечатанными названиями. И таким образом можно проверить себя и свое обоняние, насколько ты слышишь ноты, насколько ты ощущаешь ароматы. В общем, кому интересно, обязательно оставайтесь со мной и давайте начинать. Аромат, о котором сейчас пойдет речь, я думаю, что для тех, кто смотрит мой канал некоторое время, это будет никакой не сюрприз. Я говорила об этом парфюме, я его хотела и все. Я закрыла для себя этот гештальт с Шанель номер 5, я успокоилась. Это аромат пятерка, версия премьер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и сам аромат Шанель номер 5, версия премьер. Я заказала именно вот в таком исполнении. Да, и пока не забыла, хочу сразу сказать, что магазин Rendezvous предоставляет всем моим зрителям скидку 10% по промокоду Елена Павлова. Вы можете приобрести любой парфюм, либо что-то из косметики на сайте. И не забывайте, дорогие мои, что скидки суммируются. Можно приобрести парфюм по очень даже интересной цене. Кстати, вот Шанель номер 5 премьер, когда я его покупала, был с очень хорошей скидкой. И мне он обошелся 6777. Вы, наверное, уже обратили внимание, что здесь вот в таком вот исполнении. Это три емкости по 20 мл. Я сейчас вам покажу. Получается 60 мл. На Шанель вообще редко бывает скидка, поэтому я сразу поняла, что мне это надо. Вы знаете, мне даже нравится вот такое исполнение. Во-первых, я люблю брать с собой парфюм в сумочку, поэтому очень удобно. У меня уже есть Франк Бакле, такой вот флакончик. Очень удобно. Меняешь только сами, заполняешь вот этими колбочками и пользуешься. Вот одна, тут вторая и третья уже внутри. Получается 60 мл. Так красиво все упаковано. Здесь тоже какая-то... А, это инструкция. Инструкция, как менять контейнер. Все безупречно упаковано, конечно же. Сам аромат тоже классный. Я его уже слушала и неоднократно. Те зрители, которые смотрели мои предыдущие видео, вы помните, как я выбирала между лё и между премьер. Но премьер на тот момент был намного дороже, поэтому я купила лё. И не жалею, кстати, мне лё тоже очень нравится. И если их сравнивать, вы знаете, это разный для меня аромат. У них одно ДНК, да, это всё, что для меня это все три аромата. И классическая версия, и лё, и премьер. Я слышу в них классическую пятёрку. Мне это нравится, кстати. Просто классическая пятёрка для меня, ну, не всегда, не на каждый день уместна, скажем так. Поэтому я выбрала лё как более лёгкую версию. Мне нравится, что лё стартует цитрусово. Мне нравится вот эта такая лёгкость. А в конце такая нежная запудренность. Я, кстати, в жару носила лё прям. У меня уже там, знаете, так прилично впито. А премьерная пятёрка мне понравилась тем, что она более густая. Что она более какая-то на мой, ну, на мой вкус такая, что ли, сладковатая. В ней есть уже ветивер, сандал. То есть база такая более, как бы, устойчивая. И на мне, я сейчас нанесу его, и на мне премьерная пятёрка держится намного дольше, чем лё. И мне нравится. Да, аромат, вот я только его распылила, я уже чувствую, как он такой, знаете, очень громкий, очень глубокий. Конечно, это не лё. У лё сначала всё такое звенящее, всё такое цитрусовое, холодное. Здесь сразу сладость, такая пудровость. Хотя, кстати, здесь в пирамидке, я посмотрела, не заявлен ирис, да, в отличие от версии лё. Но, тем не менее, здесь есть нота иланг, иланга. И она вот такая вот вся сама по себе очень какая-то, на мой взгляд, густая. Да, потом здесь ещё есть нироли, жасмин, роза. И в базе здесь ваниль. И ваниль вот в этой версии звучит более ярко. И мне вот этим нравится пятёрка премьер, что она на мне немного закремивается. Я в течение дня слышу, как будто, знаете, как будто бы от меня пахнет молочным каким-то кремом. Здесь в базе есть сандалы ветивер, и за счёт этого я дольше ощущаю парфюм. Я уже чувствую в нём такую более серьёзную базу. Мне очень нравится. Посмотрите, как оформлено в виде помады. Вообще, само, конечно, оформление прекрасное. Здесь логотип Шанель. Очень-то красиво, такие формы. Я очень довольна и рада, что теперь моя коллекция пополнилась премьерной пятёркой. Буду с удовольствием пользоваться. Ну что, как я и обещала, кто досмотрел до этого момента, давайте с вами поиграем вот в эту замечательную игру под названием «Слепые затесты». Мне очень интересно, скажу вам сразу. Я заказала у Наташи вот этот набор за тысячу рублей. Я вижу, во-первых, посмотрите, как тут всё оформлено. Наташа, конечно, подошла с душой. Очень приятно было распаковывать. Здесь вот такие пакетики. Они пронумерованы. Каждый пакетик под номером. Вот этот пакетик номер два, пакетик номер три. И здесь такие малютки. Они, естественно, не подписаны, чтобы было интереснее. В этом и заключается вся игра. Я, кстати, сразу хочу сказать, что у меня нет цели угадать непосредственно название парфюма. Потому что мне кажется, это очень сложно сделать. Сейчас такое разнообразие в парфюмерии, что ты не всегда... И очень схожих много ароматов. И ты не всегда просто можешь даже вспомнить эти названия. Другая часть, которая здесь вот в мешочке, это название. Здесь, конечно, видите, тоже всё пронумеровано. Здесь, если вот так их просветить, их видно. Но я вам честно скажу, я это даже не хочу. Я специально их прячу в этот мешок. Я при вас их просто, чтобы вам показать, открыла. Мне интересно самой. Мне интересно самой, насколько я... Для меня это абсолютно никакая не проверка. Потому что, ну, честно, я не считаю, что это что-то вообще определяет. Мне просто интересно. Посмотрите, такие они классные. Все разного цвета жидкости. Итак, начинаем с первого аромата. Это вот мешочек под номером один. Открываем. Вот колбочка. Итак, наношу первый аромат. Нашу себе сюда на руку. И хочу нанести ещё на бумажку. Потому что... Вообще, можно было заранее послушать эти парфюмы. Я специально не стала это делать. Мне именно интересно первое впечатление. Да, пусть... Хотя оно не всегда оказывается, ну, скажем так... Не всегда может оказаться достоверным. Но вот первое впечатление, оно самое, мне кажется, интересное. Ну что, слушаем? Так. Что-то я плохо слышу. Мне недостаточно. Я плохо нанесла. Сейчас я ещё раз. Видите тут. Так. Ну что я вам хочу сказать, друзья мои. Первое впечатление. Я сразу слышу, что это, скорее всего, нишевый аромат. Потому что вот по ассоциациям, что я не могу его сразу разложить на какие-то ноты. Вот мне кажется, что это нишевый аромат. Причём, как будто бы я его знаю, этот парфюм. Как будто бы я его... Как будто бы я... Его уже где-то слышала. Мне слышится здесь амбра. Я слышу здесь сладость и какие-то деревяшки. Цветы не слышу. То есть это не цветочный аромат. Это что-то даже немножко смолистое, может быть. Но не громкое. Вот это мне интересно. И судя по жидкости тоже, это что-то такое... Ну вы знаете, он такой... Почему-то я его плохо очень ощущаю. Я не пойму, почему. Я вроде слышу в нём вот такую амбровость. То, что должно звучать громко. И он на мне почему-то не звучит. Такое какое-то нежное раскрытие. Но знаете, приятный. Приятный. А, вы знаете, что это? Мне кажется, это манталь. Мне кажется, это манталь. И причём то, что я очень хорошо знаю. Вот здесь, наверное, это не амбра. Это вот, скорее всего, вот этот манталевский мускус. Ой, слушайте. А может быть, это интенс кафе? Потому что что-то мне сейчас прям так манталевским повеяло. Вот, вот сейчас он начинает раскрываться. Давайте посмотрим. Мне кажется, что здесь, если это интенс кафе, тогда здесь есть ваниль, мускус, ноты кофе. Ну, скорее всего, какой-нибудь сандал здесь тоже есть. Да. Вот практически уверена, что это манталь. Давайте проверять. Мне очень интересно. Итак, ищем вот в этом мешочке. Здесь, как я уже сказала, вот под цифрой 1. Сейчас я буду распаковывать. Я прям так порву. Наташа, конечно, просто, я не знаю, она упаковывает. Я уже вижу, что это не манталь. Так, а что это? Это Александр Джей. The Majestic Amber. Majestic Amber. Значит, мне не показалось, что это амбра. В самом начале. Потом почему-то вот как-то я почувствовала. В общем, группа ароматов. Цветочно-восточные. Верхние ноты. Грейпфрут, персик. Ноты сердца. Роза, давана. Базовые ноты. Амброксан, ваниль, пачули и конфеты, ирис. Смотрите, как внутри все красиво. Как Наташа заморочила. Здесь приклеена картинка. Боже, ну это просто невероятно. Это просто невероятно. Да, Александр Джей. Я, кстати, смотрю Наташину видео. Я знаю, что у нее есть коллекция из нескольких ароматов этого бренда. Но интересно. Но вот сейчас он уже начинает... Вы знаете, вот сейчас он уже начинает немножко запудриваться. То есть аромату, конечно же, нужно время. Итак, второй аромат. Я открываю второй мешочек. Жидкость светлая. Я сначала, знаете, хотела угадывать цвет флакона еще. Но вы знаете, когда уже жидкость видишь, как-то можешь примерно предположить. Хотя давайте можно еще и флакон тоже попытаться угадать. Я наношу также на себя и наношу на бумажку. О, я сразу слышу уже, что это альдегидный аромат. Ну, вот по первому звучанию. И знаете, как будто он мужской. Я бы его больше отнесла либо унисекс, либо мужской. Опять я слышу мускус. Мускус и аромат такой, знаете, не сладкий аромат. Мне кажется, это вот как будто бы какой-то папин парфюм. Я вот прям... Ну, давайте так. Я предположу, что это манталь все-таки. Я просто знаю, что Наташа, у нее большая коллекция ароматов мантали. Меня это, видимо, уже как-то вот относит. Как бы дает мне такое... Дает мне такие ассоциации. Мне кажется, что это манталь. Но даже если не манталь, то это ниша. Ниша по звучанию. Мне слышатся здесь свежие ноты. Наверняка здесь есть сандал. Наверняка здесь есть ветивер. Так как мне это, повторюсь, напоминает мужской парфюм. Каких-то цветов я здесь не уловила. Мускус слышу. Ну, знаете, вот так, конечно, пока аромат не ушел в свою базу. И все-таки ассоциация у меня с каким-то мужским ароматом. Потому что есть немножко и кедровости. Ну, вот что у нас обычно, да, в мужских парфюмах? Немножко цитруса, кедр, сандал. И вот мне кажется, что здесь все это есть. Давайте проверять. Потому что я что-то уже долго слушаю. Так, я достаю еще вот в этом мешочке номер два. Итак. Да, как я уже сказала, я предполагаю, что это манталь. Но, скорее всего, либо это мужской, либо унисекс. Ну, либо нише точно что-то из нише. Сейчас проверим. О, я вижу, что это манталь. Ну, хотя бы с брендом я угадала. И я слушала этот аромат. Это манталь Пурлаб. Еще и с картинкой. Так, все, Наташа, спасибо тебе большое за оформление. Аромат 2019 года. Группа восточно-древесные. Верхние ноты. Бергамот, лимон, роза, шафран. 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 Ноты сердца. Витивер, сандал. Ну, в принципе, я и предположила, что это витивер, сандал. Базовые ноты. Ваниль, кожа, серая амбра. Но вы знаете, вот кожи я здесь не слышу. Ну, это, по-моему, Пурлаб. Это, по-моему, мужской аромат. Я могу ошибаться. Я не помню. Но вот по звучанию, по звучанию, он для меня звучит, как вот какой-то папин парфюм. То есть, больше в мужскую сторону. Вот сейчас, когда я уже прочитала, что здесь шафран. Кстати, мне очень нравится нота шафрана. Я сейчас его слышу. А так, ну, бергамот-лимон, я предположила, что-то цитрусовое. Действительно, здесь я тоже это ощущаю. Ну, в общем, вот Монталь Пурлав. Второй аромат. Итак, давайте перейдем к третьему аромату. Вот он, пакетик под номером три. Открываем. Открываем. Главное мне потом все это не перепутать. Сюда немножко на руку, сбоку нанесу. Вот сюда. Ух ты! Ух ты, какая мощь! Чем-то таким, знаете, сразу ореховым. Значит, на старте каким-то прям землистым орехом. О, это, наверное, почули. Так, нанесу на бумажку. Ой, вот на бумажке что-то сладкое. На коже по-другому. Ой, начинает раскрываться аромат и уже какие-то цветы. Начинает раскрываться и начинает пахнуть цветами. Может быть, знаете, может быть, даже эта тубероза белыми цветами запудривается. Так сладковато, так интересно. На старте мне прям какие-то землистые орехи послышались, а сейчас от них не осталось и следа. На бумажке совершенно по-другому звучит. На бумажке даже немножко какая-то такая нотка фруктовая проскальзывает. В общем, мне кажется, что это ниша, судя по раскрытию. Мне кажется, что это стоит дорого. Ну, сколько у нас обычно ниши, да, бывает, стоит там больше десяти. Для меня это пудровые цветы. Я слышу пудровость очень отчетливо и цветочки. На коже более туберозное звучание, то есть как будто бы это белые припудренные цветы. Но мне нравится этот аромат. Вот мне нравится. Он мне еще что-то напоминает, но сейчас очень сложно вспомнить, что. Ну, красивый парфюм. Давайте смотреть, что это за аромат под номером 3. Так, аромат. Виканта, кор, джин. Не буду коверкать. Вот, смотрим, какой флакончик. Я еще продублирую обязательно. Год выпуска 2015. Группа ароматов. Давайте внимательно. Цветочно-восточные кожаные. Верхние ноты. Мускус, перец, ягоды, можжевельника, мира. Вот почему мне на бумажке слышались фрукты. Это ягоды, а не фрукты. Ноты сердца. Гвоздика, камелия, лилия, розы. Базовые ноты. Ваниль, кожа, почули, сандал. Нет тут никакой пудры. И нет тут никаких белых цветов. А камелия это что? Это надо посмотреть, как выглядит камелия. Но пахнет вкусно. Пахнет вкусно. И он у меня немножко запудрился. Ну вот смотрите, здесь есть базовые ноты почули. Когда только я открыла этот флакон, я прям почувствовала при первом вдохе, как будто бы мне пахнет землистыми орехами какими-то или чем-то таким. И мне показалось, что так могут пахнуть почули. И цветочки здесь очень обманчивые. Но, кстати, гвоздику я не слышу вообще. Вот лилия, роза. Но вполне возможно, что вот эти цветы, которые мне здесь померещились, это и есть лилия, роза. Ну знаете, красивый аромат. Беру на заметку Виканта. Я плохо знакома с этим брендом, но я видела его. Он представлен в магазинах. Аромат классный. Мне понравился вот этот троечка. Так, сейчас я вложу в мешочек, чтобы потом его не перепутать. Ну что, переходим к четвертому аромату. Здесь уже жидкость такого темного, какого-то, не знаю, коричневого цвета. Аромат под номером 4. О! Так. Это тоже точно ниша. Это тоже точно ниша. Пахнет. Пахнет мужским парфюмом. Ой, чем-то таким. Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите, немножко раскроется. Как будто бы очень знакомый запах. На бумажку давайте тоже нанесу. Ой, ну тоже на старте это, скорее всего, какие-то цитрусы. Бергамот, может быть, это, не знаю, лимон, цитрон, что там еще есть. И, скорее всего, кедр. Потому что направление, повторюсь, мужское. Ну, опять-таки, в нише это может быть, в нише это может быть и унисекс, да? Ну, скажем так, я это характеризую как такой аромат больше для мужчин. Ну что, друзья мои, я уже несколько минут сижу тут разнюхиваю. Я, конечно же, на монтаже все это обрежу, потому что, ну, зачем? Я хочу вам сказать, что сложно довольно-таки вот так вот при первом вдохе определить, что это за ноты. Потому что аромат очень ярко стартует. Я не знаю, как это делают эксперты на канале Духи РФ. Они прям сразу как-то какие-то ноты вычленили. Наверное, это тоже приходит с опытом, потому что вот я сейчас слушаю аромат, вот он только сейчас начинает раскрываться. Я начинаю слышать его сладковатые аккорды. Хотя при первом нанесении мне показалось, что это такой, знаете, цитрусово-сандаловый, ветиверовый аромат. А сейчас, представляете, он становится сладким, он становится молочным. Я прям слышу в нем даже такую теплую амбру. Красивый аромат, он стал таким прям сладко-сливочно-молочным. Какие-то основные ноты, ну, вы знаете, очень сложно мне вот здесь. Я не слышу как таковых цветов. Я слышу, мне кажется, что здесь вот на старте то, что я вам уже озвучила, да, такой был кедрово-лимонный какой-то старт резкий. А сейчас он становится таким, ну, точно здесь есть ваниль, здесь есть амбра. Ой, что-то такое смолистое уже начинается вот в раскрытии. Очень красивый аромат. Давайте смотреть, что это за парфюм. Мне самой очень интересно, правда, потому что вот я его нанесла еще сюда. Здесь он необыкновенно красиво звучит. Да, я бы себе такой купила, и мне он нравится. Аромат вот распаковываю, привязываю. Видите, здесь как все тщательно заклеено. О, друзья мои, это Серж Летанс. Как же я не узнала, это Шерги. Я же хочу себе этот аромат. Ну, слушайте, вы знаете, на какой-то, в какой-то момент мне показалось, что я слышу гвоздику, я слышу, знаете, не гвоздику, а звездочку. И как будто бы эта звездочка, ну, вот звездочка, да, которая, мазь вот эта. И мне показалось, как будто бы она заслащивается и уходит куда-то в такую гурманскую ваниль. Шерги. Год выпуска 2005-й, группа ароматов восточный, пряный, табачный, верхние ноты ладан, лист табака, ноты сердца, роза, мед, мед вообще не слышу. И базовые ноты амбра, мускус и сандал. Слушайте, ну я думала, Шерги я точно узнаю. Я его так долго хочу. Во-первых, я его осенью всегда, когда бываю в магазинах, я всегда его наношу на себя. Ну, вы знаете, я его не узнала. Вот честно вам признаюсь, никакой табачности я здесь не слышу. Для меня это действительно пряный аромат. Для меня слышится здесь звездочка, вот такой неблегкий оттенок. И почему-то я очень слышу здесь молочность. Ну, я думаю, что это амбра, скорее всего. Может быть, мед дает такую молочность. Хотя, как такового меда, вот ноты мед, я вообще не люблю ноты меда. Я здесь не слышу. О, интересно. Но я, видите, я не узнала Шерги, свой любимый Шерги не признала. Так, ну что, переходим к пятому аромату. Аромат под номером 5. Открываем. Итак, наношу сначала на бумажку, потом на себя. Жидкость вот такая вот светленькая. Нам это, как правило, ни о чем не говорит. Аромат под номером 5. Нанесу. Ой, что-то такое знакомое. Что же это такое? Ой, как знакомо пахнет. Это как будто бы я это знаю. Сейчас. Знаете, как это мучительно вообще, когда ты понимаешь, что ты знаешь этот аромат и не можешь вспомнить, представляете? Я прямо его знаю. Ну, может быть, у меня его нет, но... Ой, это знаете что? Это Шелемар. Это, мне кажется, Шелемар Суфоль. Или... Нет, не Суфоль. Это, наверное, Шелемар. В общем, это какой-то Шелемар от Герлен. Точно. Мне почему-то кажется, что это Шелемар. Сейчас я его... Так, девочки и мальчики, я еще раз нанесу, потому что мне в какой-то момент показалось, что это Шелемар от Герлен. Но сейчас я чувствую, что это никакой не Шелемар. Здесь есть роза, здесь есть мускус, здесь есть ваниль. Вполне возможно, еще какой-нибудь цветочек. Ну, прям даже не знаю. Да, больше никаких ассоциаций. Может быть, это роза Монталь Роуз Маск. Их знаменитый аромат. Но там больше розы. Здесь как-то... Здесь, знаете, пахнет вот так вот из флакона. Даже немножко какой-то кожей. Давайте смотреть, что это за парфюм. Мне больше нет предположений. Единственное, что могу по бренду сказать, да, мои предположения. Ну и, соответственно, стоимость Монталь мы все знаем. Купила бы себе или нет. Нет. Такого направления... Мне такой не очень нравится аромат. Так, где наша... Это под номер пять, да, у нас был? Итак, что это за парфюм? Сейчас посмотрим. Открываем. Нет, это не Монталь. Это Бракард. Фарах. Я не узнала. Я его не знаю, ребята. Группа ароматов. Восточные пряные. Бергамот, корица, стеракс. Кожа. Ну вот кожу я почувствовала. Финики. Финики. Белый мед. Вирджинский кедр. Базовые ноты. Бензоин, бобы тонко, лабданум, мускус, пачули. Посмотрите, какая насыщенная пирамидка. А я заладила сразу Монталь, Монталь и все. Меня сбило это с толку. Но вы знаете, я здесь хорошо слышу вот кожаные ноты. Я их услышала. Корицу. Вот сейчас уже когда понимаю, что здесь есть корица, мускуса много здесь. Но для меня это вот именно такой Монтальевский почему-то мускус. Такие ассоциации. Лабданум, бензоин. Бензоин я тоже здесь слышу. Ну вот, когда он встречается, мне восточный пряный. Розы здесь нет. Здесь есть только белый мед и вирджинский кедр. Ммм, бракард, фараф. Да? Знаете, знакомы с этим ароматом? Напишите, у кого есть этот парфюм, кому он нравится. Ну вот мне так при первом затесте я бы себе такой не купила. Ну что, переходим к аромату под номером 6. Это аромат последний. Посмотрим. Что это за парфюм? Распечат. Смотрите, какая жидкость такая нежно, даже не знаю, персикового, наверное, цвета. Нежно-персикового цвета. Так. Посмотрим, что это за аромат. Ну что? Так. Сейчас, ну пусть пока бумажка полежит, а я пока первое впечатление вот из самой вот этой вот пробирочки. Чем пахнет? Мне. Ну, пахнет сладенько, фруктово. Конечно, требуется некоторое время, чтобы понять, послушать аромат. Я думаю, что любители парфюмерии прекрасно об этом знают, что вот так вот с первого затеста очень сложно. Но, тем не менее, в этом и заключается игра. Это интересно. Ой. Ну, здесь сладкая ягодность. Я прям сразу слышу ягодки. Ну, во всяком случае, по ассоциации это ягоды, либо такие даже немножко, знаете, компотные ягодки. Ну, вот, кстати, здесь я могу предположить, что аромат и не обязательно ниша. Приятный парфюм. Он мне даже чем-то напомнил, я сейчас пользуюсь в Герлен, черничная платьица. Но в Герлен черничная платьица там черника, а здесь как будто бы красные ягоды, такие сочные. Ну, вот, во всяком случае, у меня такая ассоциация. Конечно, по-хорошему надо выждать время и дать аромату полностью раскрыться и тогда уже сказать, что здесь такое, что здесь более. Ну, может быть, знаете, здесь немножко есть чего-то цитрусового на старте. Давайте смотреть, в общем, что это за аромат. Я большего вам точно не скажу. Нравится он мне или нет? Да, мне нравится этот аромат. Я бы себе такой купила. Это направление мне нравится. Так, а где пакетик? Вот он, пакетик. Это последний аромат. Открываем. Интересно. Мне очень интересно. Ой. Как тут все так? О! Вы сейчас удивитесь. Это Валентина Блаш. Валентина, Валентина. Год выпуска 2017. Это какой получается? Неужели это тут самая Валентина? Ну, это не пудре. Это Блаш. Это Блаш, да? То есть, группа ароматов. Цветочный, фруктовый, сладкий. Ну, в принципе, я была близка к фруктовым. Верхние ноты. Вишня. Розовый перец. Ноты сердца. Цветок апельсина. Базовые ноты. Ваниль. Паралине. Ну, вот она, эта сладость. Вот она, вишня. Но для меня, я говорю, это красные ягоды. Очень приятный аромат. Да, это не ниша, но это очень хороший аромат. И действительно, здесь очень хорошо слышна вот эта нота вишни. Но вишня именно, знаете, такая, она не кальянная, а вот как будто бы действительно ягодная вишня в варенье. Розовый перец. Но розового перца я здесь не слышу. Цветок апельсина. Да, мне тоже немножко, как будто бы вот послышалось что-то такого здесь свеженького. Но базовые ноты ванили пралине. Он действительно, он очень сладкий. И такое ощущение, что вот прям вот это тягучее такое пралине вишневое. Вот. Это был шестой аромат. На этом все. Ну, а я буду с вами прощаться. Буду благодарна вам за обратную связь. Давайте обсудим в комментариях, понравилось вам такого формата видео или нет. Есть ли у вас Шанель пятерка премьера или нет. Обязательно пишите. Мне всегда приятно с вами общаться. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик. Потому что впереди вас ждет много всего интересного. Ну, а я вам желаю всего только самого доброго. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok